МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новость из Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема этого выпуска. Сигареты на 500 миллионов. Крупная партия нелегальной табачной продукции, изъята дагестанскими таможенниками. Окотная компания в разгаре. Кочубейские чабаны увеличивают поголовье овец. Танцы от лесгинки, песни от заслуженных певцов в День здоровья. Акция благодарности дагестанским врачам прошла в городской клинической больнице. В Дагестане изъята крупная партия нелегальных сигарет. В ходе совместной операции таможенников с ФСБ и МВД Республики было выявлено около 4 миллионов единиц табачной продукции стоимостью более 500 миллионов рублей. Товар был без соответствующей маркировки, а также с нарушением установленных правил нанесения информации. Продукция принадлежит двум индивидуальным предпринимателям. Хранилась она в арендуемых ими складских помещениях и предназначалась для реализации на внутреннем рынке. Бесплатная вакцинация населения против COVID-19 продолжается в Хасаверте. Главный врач Хасавертовской центральной городской больницы Титалав Хириев, начальник городского информационного центра Магомед Курбанов и сотрудники мэрии Хасаверта также сделали прививки. Врачи отмечают, что в последнее время число желающих привиться от коронавирусной инфекции растет. В центральной городской больнице прививки получили порядка 700 человек серьезных. Поствакцинальных реакций пациенты не отмечают, но у некоторых наблюдается временное повышение температуры и небольшое недомогание в первые дни после введения вакцины. Я сам очень тяжело переболел коронавирусной инфекцией в прошлом году. И поскольку у меня был резко повышенный титр, я до последнего ждал. И вот я сегодня сделал прививку, после того, как периодически сдавал анализы на количество титра. И как только титр уменьшился меньше 10, я решил сделать прививку, поскольку считаю, что справиться на самом деле с этой опасной инфекцией по-другому будет очень сложно. Саженцы серебристого тополя высажены вдоль трассы Махачкала-Каспийск. Экологическая акция прошла по инициативе в Рео-Министра природных ресурсов и экологии Дагестана Рахмана Гамидова. По обе стороны трассы запланирована посадка почти 2000 деревьев. Пока же высажено около 300. Министерство обязуется систематически поливать посадки, так как берет шефство над деревьями. Сохранить и приумножить. В Кочубе начался массовый окот овец. К этому важному периоду дагестанские сельхозпредприятия готовятся заранее. Чтобы своими глазами увидеть, как проходит окотная кампания, наш корреспондент отправился к фермерам. Ей слово. Овчинка выделки точно стоит. Именно так можно сказать о фермерах-овцеводах. Ведь в Дагестане овцеводство – одно из ведущих направлений развития отрасли животноводства. И по словам фермеров, окотная кампания – прибыльная и очень ответственная пора. По словам Ибрагима, сейчас главная забота для чабанов – это будущее поголовье. Сохранение всего молодняка, который рождается. Обеспечение их необходимо молоком и кормом для полноценного развития. От этого зависит жизнеспособность хозяйства. С первого дня до 15 дней. Вот так, каждый день у нас такая процедура бывает. И когда они начинают кушать, уже пускают вместе с матками на поле кушать. Пока матки-кормилицы до вечера пасутся на пастбище, ягнята остаются в загоне. Так фермеры их приучают к поеданию кормов. Такая разлука до вечера позволяет овцематкам увеличить запас молока и огнятам меньше, простывать и болеть. В школе пришли матки с утри, с ягнятами смешались. У них это долго, в данный момент, они голодные. Мат с ребенком, как встречаются, вот так они встречаются в поле. Как объясняют фермеры, одна из проблем в окотной компании – это непринятие овцематкой своего ягненка. У некоторых отсутствуют материнские инстинкты. И приходится вынужденно сажать их в отдельную клетку для выявления этого самого инстинкта. Нам приходится специально в таких клетках дня 3-4 на неделю сюда вечером кинуть, чтобы ягнята были сытые и они чуть повзрослели. Если вот так не кинут, если оставят, они вздыхают. Для чабанов зима хоть и была тяжелой, многие делятся, что остались в плюсе. По их словам, они успели вовремя запастись кормами и обеспечить нужный уход для своего поголовья. По моему стажу я не видел такой зимовки, такой нагрузки. Честно сказать, расходы были огромные, но остался прибыль по нынешним этим. Считаю, что зимовка в моей хозяйстве прошла нормально. Минсельхоз держит на постоянном контроле хода окотной компании. Специалисты выезжают к фермерам, чтобы оценить ситуацию на месте и обсудить проблемы, с которыми сталкиваются чабаны. Те руководители, которые отнеслись серьезно, независимо, что в этом году зимовка была как никогда тяжелой. Республика впервые встретили с такой засухой ветра, которые были. Поэтому мы предвидели, что будет тяжелая зимовка. Поэтому те руководители, которые готовились к зимовке, особенно заготовка кормов, они и пережили. После окота у фермеров начнется перегон овец на летние пастбища. Процесс этот не менее важный и ответственный. Алина Багилова, Дауд Касанов, телеканал ННТ Кочубей. Муфтият Дагестана объявит о начале месяца Рамадана в понедельник, 12 апреля. По этому вопросу в здании духовенства состоялось расширенное собрание. Аналитическую справку по теме дал представитель муфтията Муслим Амаров. Все аргументы были взяты из достоверных источников по мусульманскому праву. Ученые-богословы сошлись во мнении относительно того, что начать соблюдение поста нужно в один день по всей республике. В целях объединения Дагестана, чтобы все мусульмане вместе начали месяц Рамадан и вместе его завершили, сегодня собрался Совет Алимову Дагестана в муфтияте республики. Точную дату мы объявим в канедельник, 12 апреля. Они воспитывают и обучают, помогают и направляют. В Махачкале стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2021». 26 участников из 10 городов и 4 горных районов Дагестана будут бороться за звание лучшего педагога Дагестана. В течение 4 дней конкурсантам предстоит провести открытые уроки, педагогические мастер-классы и классные часы. Победитель представит республику на федеральном этапе. Гуманитарно-педагогический колледж отмечает свое 15-летие. В актовом зале прошло торжественное мероприятие. Поздравить учредителей и руководство учебного заведения пришли представители власти и духовенства региона. Подробности расскажет Хамза Нурмагомедов. Гуманитарно-педагогический колледж проводит обучение с 2006 года. За это время республика получила сотни квалифицированных специалистов. Каждый студент получает здесь не только светское образование, да и духовно-нравственное воспитание. Главная задача моя, как и любого другого руководителя, это в первую очередь воспитание. Во вторую, выпустить квалифицированного специалиста так, чтобы я или мои дети могли к этим специалистам обратиться. Поздравить руководство колледжа с юбилеем пришли почетные гости, как представители власти, так и духовенства. Мофте республики в своем выступлении призвал студентов всегда оставаться справедливыми и прежде всего уважать учителей. Вы знания получаете от сердца, от души учителей, преподавателей. А если вы не будете любить преподавателей, учителей, старших, и они вас не будут любить, вы просто буквы будете читать, образование не получите. Образование студентам в этом колледже дают профессора и кандидаты наук. Активно ведется сотрудничество с учебными заведениями Юго-Восточной Азии. Их представители поздравили ГПК по видеосвязи, а некоторые приехали лично. У нас есть хорошие отношения между Индонезией и Дагестаном, особенно в гуманитарном педагогическом колледже Дагестана. В праздничный день соцены звучали стихи и нашиды. Студенты подготовили поучительные сценки. Опять тетрадь принесла домой. Как надоело все это уже? Здесь дали мне нормальное грамотное образование. Мне очень понравилось, особенно студенты, которые сюда пришли. И также преподавательский коллектив очень воодушевил меня на проекты, свои какие-то дальнейшие, будущие планы. Эти преподаватели очень радушные, очень доходчиво объясняют. Я замечаю, что с таким преподавателем тяжело учиться. Плохо в нашем колледже. Да и личный опыт преподавателей играет большую роль для наших студентов. В конце торжественного вечера преподаватели получили цветы и подарки. Молодым активистам вручили благодарственные грамоты. Гуманитарно-педагогический колледж сегодня один из самых молодых и самых перспективных учебных заведений в республике. Брендовые маршруты Дагестана представили на международной туристической выставке. На съезде Интурмаркет 2021 10 туристических компаний презентовали маршрут «Легенды Дагестана» и мастер-классы по народным художественным промыслам. Это унцикульские изделия, кубачинское серебро, табасаранские ковры. Было подписано более 10 соглашений о сотрудничестве с Севастополем, Воронежской, Нижегородской, Липецкой областью, Чечнёй и другими регионами. Организаторы выставки наградили руководство Минтуризма Дагестана дипломом за многолетнее сотрудничество и творческий подход в реализации новых проектов. Аналогичную награду вручили представители Туристического информационного центра «Дагестан» за развитие внутреннего туризма и новых туристических маршрутов 2021 года. Выставка «Интермаркет» в этом году вновь собрала большое количество регионов из России. В списке участников есть также представители зарубежных стран – Турция, Китай, Куба, Болгария, Греция и другие. Для нас стала уже доброй традицией представлять Дагестан. В этом нам помогают наши туркомпании, которые приготовили для гостей Дагестана много интересных предложений для отдыха. Я уверен, что все эти меры будут способствовать увеличению количества туристов в нашей республике. Махачкалинских врачей поздравил с Днём здоровья Миннацреспублики. В городской клинической больнице прошёл концерт. Для медперсонала выступили знаменитый ансамбль танца Дагестана «Лезгинка», заслуженные певцы и музыканты республики. С красить рабочие будни решили в благодарность врачам, которые героически сражаются за жизни тысяч пациентов. Не только в период пандемии, рискуя своим здоровьем, но и выполняя свой профессиональный и человеческий долг. У наших докторов, у коллег, в связи с тем, что были вот такие события, был очень тяжёлый год, значит, и для нас имеет огромное значение проведение таких мероприятий, когда нас поздравляют, когда поддерживают дух коллектива, так как у медицинского персонала в той или иной степени отмечаются элементы психоэмоционального выгорания. Поэтому это имеет огромное значение. Спасибо им ещё раз, что они пришли, нас поддержали. В Баба-Юрте прошёл чемпионат республики по тяжёлой атлетике. В соревнованиях участвовали свыше ста спортсменов. Три золотые медали завоевали штангисты из Махачкалы. По два золота достались спортсменам из Хасавюрта, сёл Баба-Юрт и Индерей. А также чемпионами стали представители Ахты и Параула. У девушек лучшими были признаны три штангистки из Хасавюрта и две спортсменки из Махачкалы. Данный турнир стал отборочным этапом перед первенством СКФО, которое состоится в Тернаузе 22 апреля. А в Кизыл-Юртовском районе прошёл масштабный велопробег. В нём приняли участие сотни людей. Акцию провели в честь наступающего священного для мусульман месяца Рамадан. Маршрут проходил от Кизыл-Юрта до Нечаевки. Хочу, пользуясь случаем, поздравить всех присутствующих с приближающимся наступающим месяцем Рамадан. И прошу Всевышнего Аллаха, чтобы этот месяц настолько сильно мы украсили и возвеличили, так, чтобы этот месяц нашей жизни оказался самым лучшим, чем все предыдущие вместе взятые месяцы Рамадан. После велопробега состоялись спортивные состязания. Это и полоса препятствий, перетягивание каната, метание гири и многое другое. Победителей и призёров спортивных игр наградили подарками. Главным организатором мероприятия выступил Муфтият Дагестана. Это всё, о чём мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания.